С вами Николай Певненко в проекте Даты. Сегодня 24 мая, день славянской письменности и культуры. Отмечается по святцам в память равноапостольных Кирилла, Константина и Мефодия. Болгарские просветители принесли на славянскую землю письменность и выработали первую славянскую азбуку, ту самую кириллицу, которой мы пользуемся по сей день. Сегодня также Европейский день парков. Именно в этот день, в 1909 году, в Европе были созданы первые национальные парки. Кстати, первые из почти трех сотен национальных парков, созданных в Европе в последующие годы. А вначале это были девять национальных, которые основаны в Швеции. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью природного и культурного наследия Европы. У родившихся в этот день, в 1686 году, родился Габриэль Даниэль Фаренгейт, немецкий физик, который предложил температурную шкалу, названную его именем, в которой интервал между точками таяния льда и кипения воды был разделен на 180 частей, то бишь градусов. И точке таяния льда отвечало значение 32 градусов по шкале Фаренгейта, а точке кипения воды – 212 градусов по шкале Фаренгейта. Ну а мы с вами до сих пор пользуемся конкурентной шкалой Цельсия. 1743 год. В этот мир приходит Жан Марат, французский революционер, врач и публицист, председатель Якобинского клуба. Кстати, был главным обвинителем короля Людовика XVI. В качестве доктора Марат, в частности, интересовался болезнями легких и, по легенде, располагал прекрасно действующим лекарством от чахотки, секрет которого так никому и не успел передать. В 1830 году родился Алексей Саврасов, художник-передвижник. Из-под его кисти вышло много произведений, но самое известное из них – это, конечно же, «Грачи прилетели». Год 1940. Иосиф Александрович Бродский приходит в этот мир. Поэт, нобелевский лауреат 1987 года. В СССР его обвиняли в тунеядстве и практически заставили покинуть страну. За рубежом, помимо Нобелевской премии, его еще избрали членом Американской Академии Искусств. В 1995 году Бродскому было присвоено звание почетного гражданина Петербурга, но на родину он так и не вернулся. «Маленькие города, где вам не скажут правду, да и зачем вам она? Ведь все равно вчера Вязы шуршат за окном, поддакивая ландшафту, известному только поезду. Где-то гудит пчела». 1941 год. День рождения Роберта Циммермана, которого мы лучше знаем как Боба Дилана. Опять же, нобелевского лауреата, американского певца и песенника. А премию он получил по литературе за 2016 год. В 1947 году появилась на свет молдавская киноактриса Светлана Фомичева, известная всем как советская актриса Светлана Тома. Хотя сама она утверждает, что ударение надо ставить на второй слог. Тома – это фамилия ее бабушки, которую актриса и использовала в качестве псевдонима. Напомню ее некоторые работы «Мой ласковый и нежный зверь», «Благочестивая Марта», «Анна Павлова», «Бедная Настя», но и главная роль цыганка Раде в фильме «Табор уходит в небо». Теперь некоторые события этого дня. В 1900 году на воду был впервые спущен крейсер, которому суждено стать легендарным в истории страны Аврора. Непосредственные работы по формированию корпуса корабля начинались еще в сентябре-октябре 1896 года под руководством корабельного инженера Дегрофе. 31 марта 1897 император Николай II повелел именовать строящийся крейсер Авроры в честь богини Зариу Римлян. Название было выбрано из 11 предложенных вариантов. Спуск крейсера на воду состоялся утром в присутствии императора и императриц. Они наблюдали за всем происходящим из специального императорского павильона. Общая стоимость крейсера Аврора составила примерно 6,5 миллионов рублей. В 1943 году в польском концентрационном лагере смерти Аушвиц, у нас более известном как Освенцем, где было много русских пленных, а также женщин и детей, приступил к работе новый доктор, 32-летний Иосиф Менгеле. Изувер, который из-за проводимых исследований на живых людях, станет известен миру под прозвищем «Доктор смерти». 1945 год. Сталин произносит так называемую «Речь Победы». Мероприятие в честь командующих войсками Красной Армии состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Генеральный штаб и Главное политическое управление заранее подготовили списки приглашаемых лиц. В ходе банкета Сталин выступил с небольшой застольной речью, венцом которой и стал тот знаменитый тост за русский народ. Его оценивают в исторических исследованиях и публицистических работах по-разному, диаметрально противоположно. 24 мая 1982 года принята продовольственная программа СССР. Михаил Горбачев, выступая на пленуме, главным называет преодоление товарного дефицита к 1990 году. Для этого в 11-ю пятилетку вносят коррективы в связи с увеличением планируемых показателей по производству мяса. В 12-ю планировалось увеличить производство молочной продукции. 2003 год. Пол Маккартни на Красной площади. Шоу закончилось уже ближе к полуночи и продолжалось около трех часов. Организаторы обещали, что на концерт придет 20 тысяч человек. Сами зрители перекрыли эту цифру еще за час до начала выступления. Довольными остались все. И зрители, и сам Маккартни, который дважды спел Back in the U.S.S.A. и дважды выходил на бис. 2008 год. Россия впервые победила на конкурсе песни Евровидения. Певец Дмитрий Билан выступал предпоследним, справился с волнением и выступил блестяще. Высоко его работу оценили зрители. Песня Believing, поверь, в это завоевала сердца и голоса зрителей из 43 стран. Впервые на конкурсе европейской песни было так много участников и впервые победа у нашей страны. Сразу после объявления результатов Билан дает интервью с трудом, сдерживая волнение. Но еще об одном событии подробно. В 1937 году в Париже открывается Всемирная выставка. К этому событию на правом берегу Сены напротив Эйфелевой башни построили дворец Шайо. Павильон СССР напоминал несущийся корабль, нос которого венчала та самая скульптура Веры Мухины, рабочая и колхозница. Мало кто знает, но скульптура могла и не появиться в столице Франции. Когда монтировали памятник, директор опытного завода Института машиностроения и металлообработки накатал донос, в котором обвинил Мухину в том, что скульптор якобы зашифровала в складке юбки колхозницы профиль злейшего врага Иосифа Виссарионовича Льва Троцкого. Сталин специально ночью подъезжал к еще не смонтированному до конца монументу. Вождю фарами осветили колхозницу, но профиль своего лютого врага Сталин так и не разглядел. Чем, естественно, говорят, был очень доволен, хмыкнул в усы, пыхнул трубкой, развернулся и уехал на ближнюю дачу. Говорят, что факт этот вроде бы исторический. Видите, иногда и юбка бывает серьезной картой в политической игре. С вами был Николай Пименко в проекте Дата. Субтитры создавал DimaTorzok